Тигр спас человека от броска леопарда в самую последнюю секунду. Собака бросилась в бой против быка ради защиты хозяина. Животные могут показывать настоящий героизм ради защиты человека. И сейчас ты увидишь самые эпичные реальные случаи, когда звери пришли нам на помощь в последний момент. Левица заступилась за человека перед своим супругом львом. Судя по всему, самец не хотел причинить этому сотруднику зоопарка серьезный урон. Никаких ран или повреждений не было. Лев не пустил в ход ни клыки, ни когти, но он пытался подмять мужчину под себя. Видимо, чем-то этот парень не понравился огромному льву. Тогда в дело вмешалась львийца. Она не только начала оттаскивать самца, но и отвлекла его нежными поглаживаниями головы. Этим она дала парню время уйти. Похоже на разборку в баре, когда девушка пытается успокоить своего слишком агрессивного парня. Нет-нет, милый, ты просто неправильно его понял. Этот исследователь живой природы привык к большим котам. Они воспринимают его как члена семьи. Но леопарды не зря считаются коварными хищниками. Возможно, этот пятнистый зверь просто хотел поиграть. Возможно, его спровоцировало то, что мужчина по имени Эдуардо Сирио все это время находился к нему спиной. В любом случае, леопард подкрался к человеку и уже сделал пару прыжков. Еще секунда, и кот достал бы мужчину. Но тигр по кличке Азелтон в последний момент перехватил леопарда и завалил на землю. Никакой жестокой драки не было, тигр просто показал, что так делать нельзя. А леопард как будто оправдывается и ложится перед мужчиной на спину и цепляется когтями за штанину. Он будто говорит, вы чего, я просто хотел поиграть. Кажется, ему не особенно верят. А что думаешь ты? В любом случае, какими бы ни были цели леопарда, тигр действительно защитил человека в последний момент. И это круто! Заслуживает твоего лайка, не так ли? Когда соседи поняли, что у их знакомого в доме пожар, они сразу вызвали спасателей. Но ночью в незнакомой местности зимой они чуть не потерялись. К счастью, у перекрестка их ждала немецкая овчарка по кличке Бадди. Она принадлежит хозяину загоревшегося дома. Собака появилась вовремя и привела спасателей к горящему дому как раз в нужный момент. Благодаря ее интеллекту и преданности удалось спасти не только людей, но и имущество. Эта змея заползла во двор в поисках пищи. Рептилия оказалась ядовитой и могла укусить кого-то из домочадцев. К счастью, у них был верный четырехлапый защитник. Этот пес не обладает ловкостью мангуста. Кроме того, он не такой уж и большой. Но желание защитить хозяев превратило его в настоящего героя. Посмотри, как отважно он сражается с таким опасным противником. Кажется, что пес знает, даже один укус для него может закончиться фатально. Поэтому кружит рядом, пытается запугать змею, не пустить ее дальше и отпугнуть. Тебе бы хотелось, чтобы и тебя защищал такой герой. А может, у тебя уже есть мохнатый друг, который тебя спасал? Если да, то поделись своей историей в комментариях. Кажется, что ради защиты своих хозяев собаки способны на что угодно. Этот молодой пес защищает своих хозяев от кобры. Видишь, как на заднем плане мелькают человеческие ноги. Кто-то из владельцев дома бежит вызывать спасателей, пока лохматый охранник взял на себя главную угрозу. Собака не пускает кобру дальше. Переходит даже в ближний бой и стряхивает ее с себя, когда зубы кобры оказываются слишком близко. Настоящая отвага. Как и у этого четверолапого малыша, который прикрывает собой детей от кобры. Не всегда такие истории заканчиваются хорошо для всех. Камера видеонаблюдения зафиксировала душераздирающий эпизод, в котором кобра проникла во двор, где жил ребенок. Во время этого малыш спал дома. Ему был всего лишь год. Посмотри, как отчаянно две собаки сражаются с коброй, чтобы не пустить рептилию туда, где находится их подопечный. Эта кобра взрослая и опасна не только ядом, но и физической силой. Представь себе ядовитую змею длиной около двух с половиной метров. Страшный противник. Относительно этих собак взрослая кобра была примерно таким же монстром. Она двигается молниеносно. Пытается прорваться в помещение, видимо, в надежде где-то спрятаться и затаиться. Но собаки знают, ради кого они рискуют, и вновь набрасываются на врага. Оба пса сражаются слаженно. Они растягивают кобру, не позволяют ей сгруппироваться для прыжка, а затем отбрасывают подальше от входной двери в дом. К сожалению, один из героев не смог избежать укуса ядовитых зубов. Он пожертвовал собой ради спящего в доме малыша. Невероятно грустная история, которая заставляет нас еще больше ценить наших мохнатых друзей. Когда Джоанна почувствовала первые симптомы сердечного приступа, она не успела вызвать медицинскую помощь. Боль в груди была настолько сильная, что женщина просто упала и не могла дотянуться до телефона. Людей дома не было. Только домашняя свинья по кличке Лулу. Она оказалась настолько умной, что не только сразу поняла с ее хозяйкой что-то не так, но и смогла вовремя среагировать. Лулу выбежала из дома, прямо на дорогу, и заблокировала проезжую часть. Люди поняли, что животное паникует из-за чего-то серьезного. Они последовали за свиньей и увидели на полу Джоанну. Женщину удалось спасти благодаря быстрой реакции ее питомца. Здесь мужчины решили устроить аналогичную проверку для лошади. Парень делает вид, что подкрадывается к хозяину лошади для коварного удара. Животное видит это и сразу бросается на защиту друга. Посмотри, какая ярость у этого копытного. Но при этом он не гонится за агрессором, а остается охранять хозяина. Хорошо, что эта сцена просто игра. Иначе лошадь бы показала, кто здесь самый крутой боец. Ребенок слишком маленький, чтобы перелезть через перила балкона. Но заботливая кошка решила в этом убедиться на все 100%. Слишком большая высота. Кошка видит, что ручки малыша тянутся к перекладине и не дает ребенку не подтянуться, не даже продолжать держаться за поручни. Только посмотри на методичность, с которой эта кошка заботится о безопасности ребенка. Кажется, что она говорит, нет, нельзя. Это опасно. Ладно, вторую руку тоже на всякий случай убери. Эй, хозяйка, посмотри, что делает твой детеныш. Мне что, одной не наплевать на его безопасность? Какой бардак. А когда ребенок отходит в сторону, кошка прямо по краю перил идет следом, чтобы не позволить ребенку цепляться за ограждение. При этом само животное рискует, ведь оно на краю. Но кошка слишком ловкая. И, к счастью, в этой истории обошлось без пострадавших. Вообще, кошки отличные няньки. Это видео продолжает разбивать миф о безразличии по отношению к людям. Кошка настолько заботлива, что защищает ребенка от слишком близкого контакта с горячей поверхностью. Кажется, кошка заботливее, чем родители, которые стоят рядом и болтают о чем-то своем, забыв и ребенке. Хорошая лошадь не только ездовое животное, но и защитник. Не факт, что эта корова хотела напасть на мужчину. Но пока он занимался своими делами, оставался в уязвимом положении. Поэтому лошадь закрыла его с собой и не позволяла корове даже приблизиться. Вот он, профессионализм настоящего элитного охранника. Многим голливудским селебрити стоило бы задуматься. И охрана, и транспортные средства, и надежный друг – все это одновременно. А какая экономия на бензине может быть? Мы зря отказались от лошадей в пользу автомобилей. Машина тебя не станет защищать. Если это не вам, Ви, конечно. Камера домашнего видеонаблюдения зафиксировала вторжение во двор семьи черного медведя. Они меньше гризли, но по некоторым данным отличаются даже большей агрессивностью. К счастью, этот огромный хищник успел только оторвать фонарь, когда пес хозяев буквально ворвался в кадр. Только посмотри, как храбро собака бросается на более крупного и сильного соперника. От такого ошеломительного напора черный медведь в шоке. И он отступает, а собака продолжает гнать противника. Когда эта Нэнхаузер делала подводную съемку, ее удивило, насколько этот громадный кит близко к ней подплыл. Отличные кадры, но как-то слишком много внимания со стороны этого громадного зверя. Но затем ее удивление превратилось в тревогу. Животное размером и весом, как грузовая фура, начало вытеснять женщину из воды. При этом кит действовал аккуратно, даже нежно, но очень настойчиво. Он отплывал от нее, но затем снова и снова возвращался. И аккуратно выталкивал. Женщина даже оказалась верхом на ките, который вытолкнул ее из воды. Она была в шоке. А что бы ты подумал на ее месте? Неужели морские животные восстали и требуют, чтобы люди покинули их владение? Но ситуация оказалась намного страшнее. Женщина в целости и сохранности залезла в свою лодку. Только на борту судна, когда женщина смогла осмотреть окрестности сверху, она разглядела тигровую акулу. Мощный хищник, очевидно, хотел напасть на нее. А героический и храбрый кит защитил ее от тигровой акулы, заслонил собой, отогнал врага, а затем еще и позаботился о том, чтобы женщина побыстрее оказалась в безопасности. Не зря говорят, что киты обладают удивительным интеллектом. Но теперь ты еще и знаешь о том, что некоторые из них имеют доброе сердце. То, с какой преданностью животные иногда приходят к людям на помощь, поражает и вдохновляет на защиту окружающей среды. А какой из записанных эпизодов впечатлил тебя сильнее всего? Ответь в комментариях и не забудь подписаться, чтобы узнавать о других удивительных событиях и фактах из мира природы. Пссс, братишка, знай, что такое тренд. Это когда в мире появляется что-то новое, неизведанное. И самые первые понимают, что они находятся у истоков чего-то глобального. И они просто в шоке от перспектив, как я сейчас. Это товар, который нужен всем, но не все еще. И пока еще не понимают всех перспектив и возможностей криптовалюты. Это новая финансовая система. Она войдет в жизни всех людей, даже бедных. А что при этом получит каждый ее партнер? Полную финансовую независимость от государства. Полную свободу перемещения. Возможность покупать дорогие машины и дома. Отдыхать по четыре раза в год, как минимум. А не для этого ли все мы живем? Или ты по-прежнему думаешь, что государство прокормит тебя и твоих маленьких детей? Если ты хочешь выбраться из финансовой ямы и решить все материальные проблемы, то быстрее переходи по ссылке в описании и регистрируйся на самой большой, самой безопасной и самой популярной бирже криптовалюты в мире. И зарабатывай, как я сейчас это делаю. Ссылка в описании под этим видео.